Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин, Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин, 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 Валер Создание спектакля, что ли. Я уж не знаю, как это звучит, но все-таки. Велончельный спектакль. Как-то назвали концерты моего ансамбля так. И, может быть, это так оно и есть. Потому что мы играем постоянно в разных сочетаниях. Ну, здесь мы не имеем возможности, скажем, играть с органом. Но в Москве мы это делаем и так, и с органом, и с участием вот в этом сезоне. Только что мы играли семь слов Христа Губайдульна. Это камерный оркестр, это и баян, это и гитара. Любые сочетания. Любые, да, любые сочетания. И велончели четыре, три, две, одна с фортепиано, без фортепиано. Вот это, так сказать, такой вот спектакль, что ли, велончели. И здесь, опять же, учитывается, нужно учесть и какое-то разнообразие составов, и логическую последовательность музыки. Иногда логика состоит в парадоксальности, как вот в сегодняшнем концерте, когда вот Брамс и вдруг Губайдульна, которая вообще, то есть вообще другой мир, другой как по голове вообще-то. Вот. Лучше всего, правда, это сочетается со старинной, с средневековой музыкой, я бы не сказала, не с барокко даже, вот со средневековой музыкой смыкается, как вообще музыка такого стиля, как Губайдульна. Хотя Губайдульна — это собственный ее стиль, тут не означает, что такого стиля больше нет. — Сама стиль. — Да. Вот, наверное, вот это. — Скажите, а вот для вас важны какие-то программные моменты? Скажем, вы вот этот спектакль, виолончельный формируете, и, скажем, учитывая то, что аудитория будет, скажем, детская или взрослая, или какой-то смешанной, вы как-то учитываете это вот при составлении программ? Вам это важно, чтобы вы были поняты? Абсолютно как бы, максимально. Чтобы вы меня сейчас правильно поняли, я скажу следующее. Я отвечу на ваш вопрос так. Я преподаю и в академии, и в школе 12-летки при академии, которая находится. И там, когда ко мне приходят ученики, у меня там немного учеников, но среди них есть и достаточно такие маленькие дети. Смотрите, я им говорю сразу. Дедонька, я с детьми заниматься не умею. Я занимаюсь с нормальными взрослыми людьми, поэтому мы с тобой никаких сессию не будем. Я себе буду с тобой заниматься, ты музыкант. Ты взрослый музыкант достаточно, раз ты уже умеешь там то-то, то-то, что-то. Значит, ты уже музыкант. Вот мы с тобой как музыкантами будем говорить. Я большой музыкант, ты маленький музыкант, потом постепенно вырастешь. Вот постепенно так это и будет. И я считаю, что с детьми нужно заниматься совершенно, когда говорят детские, ну понятно, что нужно как-то учитывать детскую психологию, это естественно, тут уже только очень неумным педагогам нужно объяснять, что понятно. Но вместе с тем, вот в таких программах, отвечаю уже прямо на ваш вопрос, когда присутствует много детей, а у меня проходит абонемент в Москве 5 столетий, который называется, и он проходит уже 12 лет, там присутствуют дети, там по школам распространяется много абонементов и очень много детей. И мы играем совершенно серьезные программы. И они слушают, и они втягиваются в это, и после этого они делают свой выбор по отношению к инструменту. И у нас учатся немало ребят, которые на наших концертах, вот мой лучший мой ученик, он жил в ряд многих конкурсов, после того, как он пришел как-то на наш концерт, он сказал маме, я буду играть на велосипеде, он учился на фортепиано, я буду играть на велосипеде, и все. Мама с ним ничего сделать не могла, он тогда покупать инструмент, там все. Нет, я буду учиться на велосипеде. И он стал учиться на велосипеде, и стал блестящим велосипеде, и все будет играть на конкурс в Чайковске. Вот, так что вот. А вот скажите, пожалуйста, вы ощущаете какую-то особенную власть вот вашего инструмента над аудиторией? Помните, Марина Цветаева написала «Велончель – душа моей души». Вот вы чувствуете, что действительно есть какая-то магия в том, как музыка, вами исполняемая, действует на людей, которые слушают? Вы знаете, я думаю, что каждый музыкант должен ощущать аудиторию, так же, как каждый актер. Он в какой-то мере тоже ведь актер, так сказать, здесь. Должен чувствовать зал. И, конечно, я чувствую аудиторию и чувствую ее отношение к тому, что я делаю. Аудитория, даже когда она молчит, она молчит по-разному. Поэтому для меня, конечно, это очень важно. Чувствую ли я власть инструмента? Ну, вы знаете, любой пианист и скрипач, и кто угодно, и там трубач тоже может сказать, да, я чувствую власть своего инструмента, и я полностью признаю его снова. Могическую власть. Мой любимый духовой инструмент – это труба. Я обожаю трубу. Понимаете, из всех духовых инструментов для меня это и вот, пожалуйста, для меня, значит, это для меня власть. А если бы я не был бы вилончелистом, ведь Бог мне сказал бы, вот давай начинаем сначала, но вилончелистом ты не будешь. Выбирай любой инструмент. Я бы выбрал, конечно, гитару. Я бы играл на гитаре. Это один из моих ключей. Даже когда плохо играет на гитаре, вот просто потому что вот гитара, вот она звучит, мне уже доставляет наслаждение. Я обожаю гитару. Вот. Так что власть любого инструмента своя. Ясно. Скажите, а у нас всегда была великолепная, блестящая вилончельная школа, и наши исполнители, я думаю, всегда как-то в мире были на первых ролях, если можно так выразиться, вот о судьбе разных музыкантов в разное время. Ну, скажем, и Данил Борис Шафран, и Ростропович и так далее. Скажите, а кто сейчас в мире играет вот так хорошо на вашем инструменте, чьи записи и концерты вы никогда не пропускаете? Или обязательно слушаете? Кто для вас может быть образец? Вы знаете, у нас сохранилась велончельная школа сейчас. Вернее, уровень велончельного исполнительства сохранился. Высокий уровень. У нас сейчас есть целый ряд велончелистов, которых мне сейчас не хотелось бы представить, потому что я могу кого-то забыть, и мне это будет неудобно. Но у нас есть замечательные велончелисты. Это и Наталья Гутман, и Наталья Шаховская, и Александр Рудин, и Саша Князев. Это прекрасные, отличные велончелисты все. Что же касается вот школы, влияния, вы понимаете, что касается, я бы сказал, даже нашего будущего. Вот у меня мечта возобновить свой фестиваль «Велончельные поколения», где играют велончелисты от самых маленьких до самых больших. Но, вы понимаете, если я буду дальше вам отвечать на этот вопрос, что происходит сейчас в нашей велончельной школе, если я правильно понял ваш вопрос, то этот вопрос станет политическим. А вот это мне не хотелось. Хорошо. Скажите, а как вы тогда не политически, а музыкански оцениваете ситуацию в нашей стране с классической музыкой? Это тоже чисто политический вопрос. Я вам сейчас отвечу не потому, что я боюсь политики, а просто потому, что, наверное, это не для передачи и не для... Ну, знаете, ведь не все пойдет. Не все пойдет, да. Дело в том, что у нас сейчас время шлобов. Так это же надо сказать. Это нельзя скрывать. Вот. Понимаете, время шлобов, которые владеют, так сказать, жизнью, которым плевать на будущее России, которым плевать на нашу культу, плевать на все, не только через тоган. И вот это вот страшно. Понимаете, это категория людей во всех областях, в том числе, конечно, в нашем правлении, в министерствах во всех наших, и то, что сейчас происходит с нашим образованием. Это тоже, понимаете, это все действия временщиков, которые заняты только личными делами и больше ничем. И что будет дальше, я надеюсь, понимаете, искусство неистребимо, талант народу неистребим. Конечно, дальше, конечно, я не могу сказать, что вот погибнет, да ничего не погибнет, выживет. И культура российская выживет, и все это выживет. Но через что выживет? Да. Знаете, через 17-й год тоже выжили. Выжили. Да, выжили. Погибли миллионы и миллионы, однако выжили. Все-таки, вот как-то, и после этого появились уже там и Оистрах, и Гиллис, и Рихтер, и Рострахович, вот появились. Выжили, да? И дальше тоже выживут. Но все-таки, все-таки это очень страшно, это тяжело, понимаете, когда мы видим, как наши лучшие, наши ребята, чуть что, они уже уезжают за рубеж, они уже там, от них уже выступают. Понимаете, это, конечно, очень тяжело переживать, трудно с этим примириться. И когда мы видим, что мы им не можем сказать, нет, не уезжайте, ребята, я не могу сказать своим ученикам, когда они хотят ехать, а что я им здесь предложу? Конечно. Что я им здесь предложу? Играть в кафе? Нет. Да. Хотя они там больше заработают. Конечно. И когда они видят, что уборщица при встойном офисе зарабатывает в три раза больше, чем их профессор, ну, естественно, они тут, ну, что, они понимают? А вот интересно, вы сказали сегодня, что сейчас начинается фестиваль Губайдолины, вы у нас приехали в рамках фестиваля Гаврилина. Вот такая фестивальная форма существования классической музыки, она на данный момент оптимальная, да? Она хороша. А чем? Она работает тем, что она привлекает людей, тем, что это какая-то, так сказать, микросистема, понимаете, даже вот Гаврилинский фестиваль, это система концертов, люди уже, так сказать, в это врубаются, они уже идут на эти концерты, зная, что следующее будет такое-то, они уже в теме, и в этом смысле это... Это так же, как абонемент, я предпочитаю сейчас, например, абонементы, случайные концерты, чтобы люди в последних случаях... Какое нужно делать, где-то он тут стоит, тоже любит абонементы и все время их делает. Да, абонемент, нужно абонемент, чтобы люди как-то это, ну, в какой-то системе были бы, не то, что случайно там прочел концерт, есть время, в это время он пришел, а нет времени, он не пришел. А так, он знает, он же планирует вперед. Скажите, а вот музыка Гаврилина для вас, как для музыканта, как для слушателя, быть может, как для человека просто с колоссальным опытом жизни в мире музыки, что она означает? Какое ее место? Любите ли вы что любите? И что вообще вот его мир, как они соприскасаются с вашим, скажем? Вы знаете, я очень жалею, что Гаврилин для Виланчили только одно... Да, то, что вот он подарил Ростроповичу, вы знаете это сочинение, да? Да, 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 это только одно сочинение, это очень жалко. А вы его знаете, сочинение есть? Я его не играл, я знаю его, но я его не играл. Я его собираюсь вообще-то сыграть. Но, вы знаете, Гаврилин, как вам сказать, при том, что он вполне, так сказать, имеет профессиональное воспитание и так далее, и все, слово самородок как-то, может быть, не подходит больше к таким, которым не учился нигде, и вот он стал... А он все-таки самородок по своему какому-то совершенно, ну, по поразительному таланту. Вот, понимаете, вот это он. И такой музыки больше, знаете, так же, как там среди поэтов. Как не относись там к Есенину? Одни любят его, другие не любят и так далее. И все-таки это поразительное дарование. Поразительное дарование, которое, может быть, сам себя и погубил. Но поразительное дарование все-таки, да? И вот, тоже можно сказать и о Гаврилине. Он взял некоторые такие ноты в своем творчестве, которых не взял никто. Это очень важно. И это абсолютно индивидуально, да? Абсолютно, да. Вы не воспринимаете его, как, скажем, мягко говоря, последователя Георгия Васильевича, Сверидова? У меня очень сложное отношение к Сверидову. Сверидов – изумительно одаренный композитор, которого я не очень люблю. Вы знаете, вот, может быть, чисто такое слушательское наблюдение. Вот мне кажется, что, скажем, музыка Гаврилина – это та музыка, которая максимально полно свидетельствует о нынешней России, о той России, в которой он жил. То есть он очень национальный композитор. И, казалось бы, скажем, если Запад не имеет вкус узнать, что мы в действительности являемся, он должен был, в принципе, очень жадным быть жадным до этой музыки, скажем, до Гаврилина или до музыки этого направления, Сверидовской. Однако мы наблюдаем совершенно другую картину. Вот художники, которые, композиторы, которые уехали в Германию, тот же Армопиар, та же Габайдулина, тот же Кончелли и так далее, и так далее. Вот это, Алимдар Калимана, там, ну, по-моему, здесь… – Хараманов. – Хараманов, извините. – Вот эти художники как бы воспринимаются… – Эдисон Денисов, который в Париже, по-моему, жил и там умер. – Они воспринимаются вот каким-то абсолютными лидерами современной русской музыки. Как вам кажется, почему Запад воспринимает ту музыку, которая, как мне кажется… Вот знаете, как в жизни есть такое понятие унисекс, то есть для всех подходит, всех возрастов, всех полов, всего. Это всем удобно, всем подходит, это универсальная музыка. А, скажем, очень национальную музыку Гаврилина они не очень воспринимают. Вы знаете, я готов это оценивать как явление более-менее случайное. Запад вообще очень в большей степени, ну, может быть, не в большей степени, чем мы, в общем, подвержен моде, течению. Поэтому вот есть мода на то-то, есть мода на это, вот есть мода на исполнение, так что, знаете, сейчас исполнительское бесконфликтное исполнение. Вот чтобы было просто все очень красиво, чтобы было все замечательно. И играет, там, скажем, один замечательный, выдающийся велончелист, концерт Шостаковича, лоп-па-па-па. Он, понимаешь, что там речь идет о газовых печах. Он играет концерт на Кирине, лоп-па-па, а зачем волноваться? И публика страшно не любит, когда ее что-то начинает ворошить, когда начинает говорить о том, что… Некомфортно. Да, некомфортно, когда в этой жизни все… Понимаете, это не модно. И сейчас и наши, к сожалению, наши идут на поводу, потому что там это покупают. И если один наш, и очень известный дирижер говорит о том, что… Что такое финал симфонии Чайковского, Шестой симфонии Чайковского? Почему мы так должны, должны так переживать? Там-ди-ра-рам-та-дим, там-ди-ра-рам-па-пир-ты… Как красиво. Потому что он сам говорил, что это самое глубокое… Чайковский это писал перед смертью. Перед смертью и умер сразу. Это он прощался, это душу разрывал, а этому дирижеру это, как говорится, с пофигу. Вот, значит, ему это… Я сейчас перед дирижером… Ему это все так… И вот он, значит, потому что там это покупают. Это там он же выгодно продаст это, когда приятно сыграть Чайковского, эти бабушки будут ему аплодировать и после этого не подожгать кофе. Понимаете, вот… Вот это… И этой моде сейчас подвержена… И мы позволяем себе, чтобы немецкие профессора нам объясняли, как надо играть Чайковского. Они нам объясняют, что у Чайковского было написано вот это вот… Там, в сообщении, при напряженном томе Чайковского. Надо играть точку, а вас играть не точку. Я, например, знаю… Я, например, в «Петце Капричозе», можно сказать, из первого источника. Мой профессор Кубацкий, тот самый, которому Шестакович посвятил свою сонату, ученик Брандукова, которому посвящена «Петце Капричозе». Он мне рассказывал, как «Брандуков, это игра, я видел ноты». То есть и первоисточник. Я знаю по первой истории. И этой сонату Рахманинова, которая посвящена опять же Брандукову и так далее. Ира Кокоми же, причем, должна была быть посвящена Брандукову. Но это отдельный разговор. И я теперь должен слышать. Оказывается, Брандуков ничего не понимает. Да и Чайковский не понимал. А вот эти профессора не понимают. И это не самое страшное. Ну, пускай болтают все, что им могут. Но ведь наши ребята начинают так играть. Подстраиваются. Да, потому что там это купят. Вот это вот ужасно. Скажите, пожалуйста, а вот большого, по-настоящему большого музыканта отличает, скажем, ну, пофигистское отношение к этому делу. Вот если он играет трагическое сочинение, то он сыграет его так, как написал Чайковский. Или все-таки и большие музыканты, ну, иногда бывают, скажем так, мягко сервильными в этом отношении. Есть те, кто ромают каноны? Вы знаете, конформизм всесилен. Вы думаете? Да, думаю, что да. Потому что этому в разной степени поддаются очень многие. Моди поддаются многие. Очень многие поддаются. Но мы должны не забывать, что все-таки, как сказать, нашу здоровую основу составляют не они. Многие талантливые люди. Я не могу сказать, что раз он талантливый, значит, он никогда не поддастся. Но нет, поддастся. Потому что ему еще деньги нужны. Вот и все. Это самые циничные, так сказать, здесь причины, может быть. Но была и Мария Вениаминна Юдина. Да. Да. Вот, понимаете, которая могла написать Иосифу Виссарионовичу, что она премию, которую ей присудили, отдает церкви, и она надеется, что это как-то церковь замолит ваши великие прегрешения. Это она написала Сталину. Фантастика. Вот. Были такие. То есть какую силу духа надо иметь. Да. Да. Ее не тронули. Вот. Так что были, были и такие тоже. Но я ничего не говорю, что она единственная. Были Юдино, были Сафранистки. Кстати, вот их не знают тоже, между прочим. Потому что они попали на время Железного Зоноса. Это величайший музыкант 20 века. Да. Величайшие пианисты 20 века. Сафранистки Юдино. Их никто не знает. Так же происходит, между прочим, и с Гаврилиным. И вот его не знают. Это один из крупнейших композиторов 20 века. Один из самых мощных композиторов. Ну, а его… Наша тайна, получается. Ну, будут знать. Последний вопрос к вам. Вот так замечательно определили перед исполнением Губайдорина. Вы сказали, что это музыка из другого мира. А вот если можно, как бы вы словами этот мир определили? Хотя вы замечательно сказали, что музыка сама все определяет. Вернее, Лендерсон. Это Лендерсон. Что это за мир, который она воспроизводит в своей музыке, особенно в последнее время? Вы знаете, творчество Губайдулиной проходит под знаком креста. А вы знаете, я у нее всегда еще, извините, мне всегда кажется, что я ищу у нее какие-то исламские мотивы. Ведь она же татарка. Нет, она православная. Православная? Она православная. И «Семь слов Христа». Это самое известное ее сочинение для Виланчили Баяна и камерного оркестра. Я с удовольствием, мы бы сыграли с Фридрихом его у вас, с вашим прекрасным камерам оркестра. Я последний раз сыграл, кажется, у вас «Семь слов Христа» Гайда. А вот Губайдулина написала по, как сказать, по впечатлениям Гайда, вот это свое сочинение, которое стало одним из самых известных в мире. И «Инкрочи», это, ну, «Инкрочи» – это крест под крестом. И да многое другое, «Срасипа и Иоанну», очень много сочинений. Почти, ну, по последней время, то есть практически все ее сочинения, это вот… То есть христианская первооснова, да? Да, вот, евангельская, вот, да. И это то, что определяет тематику ее сочинения. А почему так они, скажем, ну, вот они доходят до головы, но они очень редко доходят до сердца, которого всегда виолончель так мощно трогала, вообще не спрашивая. Что бы там виолончелес не играл, как бы душа откликалась, эмоции всегда были навстречу этой музыке. Я понимаю головой, и мне очень было интересно то, что вы сегодня сыграли, но все-таки это какая-то странная музыка. Вы знаете, то, что я сегодня играл – это отрывок, это должен быть цикл, это надо целиком все сыграть. И я могу сказать только одну вещь – мне эти прелюди приходилось играть очень много раз. Вообще с этого мы начали знакомство с Бабайдулли в 79-м году. Но не было ни одного раза, не было ни одной аудитории, в которой я сыграл бы вот эти вот десять прелюдий, и чтобы это не было бы самым сильным впечатлением для публики, даже если я играл Бетховен. Но, ну, можно, конечно, из-за необычности, но, по крайней мере, как бы подходили десятки людей всегда… Я этому верю. Да. Вот именно это точнее, потому что это касается любых… Дело в том, что современную музыку, к сожалению, не очень умеют играть. Спасибо большое.